Доброго утра и яркого начала дня! С вами Инна и Хрюша! И наша самая вкусная кулинарная рубрика для маленьких и больших зрителей Хрюшев! Только мы пока что еще не решили, что хотим приготовить. Разошлись во мнениях, так сказать. Поэтому будем играть. Правила такие. Нужно придумать и записать название блюда быстрее всех. Давай на счет раз-два-три. Хорошо? Хорошо. Раз-два-три! Печенье! Я выиграл, я выиграл! Я выиграл, я выиграл! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Но это было не совсем честно. Да ладно! Ты же не говорила, что нельзя пользоваться половничкой. Просто я не подумала, что ты можешь так сделать. Ну извини, пожалуйста, извини. Давай тогда ты выберешь рецепт. То есть точно мы делаем печенье, но такое, какое ты скажешь? Хорошо. Принимается. Печенье так печенье. Я не против. Но раз у меня есть право выбора... Вот чувство сейчас придумает что-то совсем полезное. И без шоколада. Конечно. Но не менее вкусное и к тому же питательное. Всё, готовим быстрое печенье с морковью и изюмом. Известно, что люди обычно употребляют в пищу только плоды моркови, а зелёную часть выбрасывают. Но на самом деле ботва тоже полезна и вполне съедобна. Её можно добавлять в супы и горячие блюда вместо петрушки или другой зелени. С морковной ботвой готовят свежие и лёгкие салаты. Кроме того, из зелёной части моркови можно сделать напиток. Для этого нужно просто залить её кипятком и заварить как чай. Значит, для морковного печенья нам нужны такие продукты. Одна крупная морковь, мука, сахар, сметана, ванилин и немного изюма. А для финальной подачи сахарная пудра. Ну всё понятно, принято. Спасибо, мой дружочек. Начнём с того, что натрём морковь на тёрке, а изюм ненадолго замочим в тёплой воде. А дальше останется просто смещать все ингредиенты и замесить тесто. И будем лепить печеньки. Ну вот, мы сделали тесто. И даже успели его раскатать. Теперь нарезаем, как нам хочется. Я, пожалуй, сделаю квадратики. Затем перекладываем на противень со стеленной бумагой для выпечки и относим в предварительно разогретую духовку. Ну, а дальше вы знаете. Ждём, пока всё приготовится. Посыпаем сахарной пудрой и угощаемся. О, это будет самый приятный этап. Да. Самого полезного печенья. Натрите морковь на тёрке, а изюм подержите в тёплой воде. Добавьте муку, сахар, сметану и ванилин. Замесите тесто. Сформируйте из получившейся массы пластинку и нарежьте на квадратики. Переложите печенье на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте до готовности. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Печенье из моркови готово. Мне кажется, что я даже вижу, как из него лезут польза и витамины. Конечно. Они просятся к тебе. Хрюша, съешь нас, съешь. Ты ведь хочешь быть умным и сильным? Очень хочу, очень. Тогда нужно есть правильные здоровые продукты. Я буду стараться, я обещаю. И вам, друзья, тоже советую. А я присоединяюсь. Всего хорошего, наши дорогие. Да. И до новых вкусных встреч. Ура!